Ну что ж, приветствую всех зрителей. Мы начинаем белорусская классика с пометкой юниорская. Прокомментирую я для вас этот поединок. Меня зовут Юрий Макаро. Ну а теперь традиционные кружочки команд, напутственные слова капитанов. Эти ребята уже буквально с игры на игру могут оказаться в основных составах лидеров нашего высшего дивизиона. Безусловно, лидерах будет исполнять. Есть висток арбитра. И это, ну, по всей видимости, это заброс был на дальнюю. И в целом-то неплохо получилось. Но Тимур Дубовик на этот раз по мячу попросту не попадает. Второй темп атаки для Минского Динамо. Еще одна передача можно пробить в этом эпизоде. И удар по воротам. Панкратов. Отскок. Еще одна опасность. И борисовчане все-таки тушат. Включаются. Но не спешат пока футболисты из Борисова. Ну и вот неплохой себе заброс вперед. И достает до мяча. И хорошая передача. Удар по воротам. Красивейший гол сейчас. Батес забивает. Передача Блотского и Киселев. Борисов. Прекрасное взятие ворот. Но и вот она минута. И вот он эпизод, который явно нашу игру оживляет. Ну, опять же, с учетом того, что Борисов-то на третьей строчке. И здесь неплохой заброс на правый фланг. Владислав Беня. Подача. Панкратов. И угловой номер два. Нету от этого самого последнего касания. Некому нанести финальный удар. Панкратов. Выход из ворот. Но фиксирует Ярослав Шатила нарушение правил именно со стороны футболиста Минского Динамо. Исполнять. Подача на дальнюю. Удар по воротам. Как мы можем видеть, опять же, на стартовых минутах очень даже неплохо. А еще момент у Батес. Удар по воротам. Ой-ой-ой. Момент, какой сейчас был. Справляется с эпизодом защиты Батэ. И здесь неплохой прием мяча. И Панкратов-то хорош. Борьба на левом фланге. И достается мяч снова Борисовчанам. Блотский. Удар по воротам. А вот и пробить решил шестой номер Батэ. Еще чуть более ранее молодечно. Лидер нынешней турнирной таблицы. Переиграл Минская Динамо с минимальным счетом 2-1. И Линя Поле покинул номер 13. И вместо него Артем Белоус появился под третьим номером. Дальний удар от Борисова. И неплохо сучал. Но там, по-моему, два Динамовца между собой столкнулись. Ну и здесь завершается все тем, что Панкратов мяч спокойно в руки забирает. Что бы подумать, что бы придумать. Пошел в обыгрыш. Вошел в штрафной удар по воротам в ближний. Но вот, конечно, Александра Финк событий во втором тайме не видели. Было там нарушение правила. Здесь откликается на передачу. Будько удар по воротам штанга. Еще одна атака. И здесь уже отбиваются приз игроки. Чуть более атакующий футбол играть. Удар бисеклетой. Удар не получается. Но подхватил мяч Будько. Отскок. И мяч полетает. Поэтому еще, ну, примерно около 17 минут у команды есть. Удар по воротам. Мы увидим, но... Да, это удар по воротам. Но вот сложно, конечно, искать. Заброс на дальнюю. Удар по воротам. Протасеня! Красивейший мяч. Протасеня всех перевисел и забивает второй мяч в поединке. Батэ 2-0 повело в самой концовке этого матча. И, по всей видимости, Батэ должна дожимать. Но красивейшим образом сейчас отличаются снова борисовчане. Второй удар. Борисов. Удар по воротам. А вот и рановато. Рановато о победе еще думать. Потому как Минская Динамо один мяч все-таки сумела отыграть. 2-1. Не оставляют нас, конечно же, игроки без гола. Я же на этом с вами буду прощаться. Для вас этот матч комментировал Юрий Макара. Еще обязательно услышимся на футболе. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...